Я даю сейчас слово представителям Федерации России. И осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН без внешнего вмешательства и навязывания искусственных сроков нет альтернативы. Это касается и всех возможных новых идей и предложений. Исходя из этого, будем продолжать взаимодействие с сирийцами, спецпосланникам и другими заинтересованными странами, прежде всего партнерами по астанинскому формату. Намерены провести следующую встречу представителей России, Ирана и Турции при участии заинтересованных сторон 21-22 декабря в Нур-Султане. Одним из важных направлений работы астанинцев является проблема удерживаемых лиц. 16 декабря в рамках специальной рабочей группы астанинского формата состоялся очередной, шестой уже, обмен такими лицами. Эта акция была успешно осуществлена благодаря скоординированной работе Минобороны и МИД России, турецких компетентных ведомств, ООН и Международного комитета Красного Креста. Общему оздоровлению ситуации в Сирии и вокруг нее способствует и возобновление естественных связей этой страны с арабскими соседями, в том числе в экономической плоскости. Выступаем за дальнейшие шаги по полному возвращению Дамаска в арабскую семью. Господин председатель, теперь о гуманитарной ситуации в Сирии. Она остается напряженной. Сложность сохраняется в неподконтрольных Дамаску районах, Идлибе, Заефрате и в зонах турецких операций на севере страны. Исходим из того, что достижение долгосрочного мира и безопасности в Сирийской Арабской Республике возможно только через полное восстановление суверенитета и территориальной целостности этого государства, включая контроль сирийских властей над национальными границами, равно как и природными ресурсами, при продолжении борьбы с террористами. В этих условиях на первый план выходят насущные задачи по выправлению гуманитарного и социально-экономического положения. Определенную роль в их решении призвано сыграть полное и добросовестное выполнение консенсусной резолюции Совета Безопасности ООН 2585. Ее важный элемент – уже упоминавшийся спецдоклад Антонио Гутерреша. Хотел бы прокомментировать этот документ. Для начала хочу подчеркнуть, что мы отдаем должное усилиям гумагентств ООН, сделавших многое для перевода гуманитарного направления в Сирии в конструктивное русло. Мартин, отмечаем Ваш личный вклад в этот процесс, который мы очень ценим. В целом, доклад укладывается в рамки резолюции 2585. Мы уже говорили, что прекрасно понимаем те сложности, с которыми приходится сталкиваться всем сторонам, вовлеченным в выполнение положения этой резолюции. И в целом, признавая наметившийся прогресс, рассматриваем его лишь как начало большого пути. В этом контексте хотел бы обратить внимание на следующее. Первое. Что касается информации о прозрачности проводимых гумоопераций, в первую очередь, в Идлибе. Коллеги, повторяю еще раз. Мы в целом не сомневаемся в том, что мониторинговая миссия ООН, контролирующая отправку гумконвоев исключительно до границы с Сирией, исправно выполняет свою работу. Наши озабоченности касаются происходящего непосредственно в Идлибе, переполненном террористами, которые подчинили себе все сферы жизни людей, включая их свободное передвижение. О каком беспристрастном и независимом характере распределения помощи в таких условиях вообще может идти речь? Ни для кого не секрет, что именно по вине боевиков продовольствия, доставленное в Сармаду из Алеппо еще в августе, начало распределяться только 16 декабря. Не могу не выразить разочарования тем, что все это время вы, коллеги, не проронили ни слова осуждения, а терпеливо ожидали согласия террористов, чтобы продовольственная помощь попала в районы, не охваченные ТГМ. А как же проживающие там люди, для которых эта помощь критична? Их страдания вам безразличны? На этом фоне совершенно неубедительное утверждение о наличии у ООН какого-то эффективного механизма мониторинга в Идлибском анклаве, основа которого – дистанционный контроль. Прецеденты с присвоением террористами ооновской помощи в Алеппо, в Восточной Гути и в Рукбане наглядно подтверждают это. Подчеркиваем насущную необходимость закрепления ооновцев-международников в анклаве. Это поспособствует повышению доверия к механизму распределения. Второе. Касательно более чем скромного прогресса в гумпоставках через линии соприкосновения. По сути, все случилось именно так, как мы и предостерегали с самого начала. За полгода в Идлиб въехало только два гумконвоя, всего лишь 28 грузовиков. При этом, за это же время, с июля по ноябрь сего года, через Бабль-Хаву в зону деэскалации проехали 48 498 грузовиков. И это свидетельствует не о безальтернативности трансграничного механизма, а о сопротивлении идлибских боевиков в выполнении резолюции 2585. Повторяю, потенциал поставок кросс-лайн и заинтересованность в них на земле весьма значительная. А вот стимулы для идлибских террористов пропускать помощь через этот механизм пока невелики. И совету надо еще поработать, чтобы заставить выполнять свои решения. При этом критикуемые рядом присутствующих в зале сирийские власти свои обязательства выполняют в срок и в полной мере. Это подтверждает уже не первый доклад генсекретаря. С 27 октября у нас имеется четкий план у КГВ по наращиванию кросс-лайн операций на северо-запад Сирии. Согласно плану, к сегодняшнему дню в регион должно было заехать 5 конвоев. По факту мы имеем только один, если не считать осуществленный ранее в конце августа конвой ВПП ООН в Сармаду. А ведь в плане идет речь про районы, не дохваченные трансграничкой. Речь про людей, не получающих достаточную помощь. Прагматичные и конкретные предложения гуманитарщиков не встречают понимания со стороны тех, кто в состоянии разблокировать кросс-лайн и сделать его устойчивым. То есть одно из ключевых положений резолюции Совета Безопасности 2585 попросту торпедируется. Спокойные и даже позитивные оценки этой ситуации, которые, по сути, равнозначны призывом довольствоваться разовыми, благородными жестами террористов, нас устроить не могут. Уважаемые коллеги, призываем всех внести свой вклад в разблокировку поставок гумпомощи из Дамаска в Африн и Эльбаб, а также Тель-Абед. Верим, что это возможно. Спустя два года после закрытия Ерубии доклад констатирует отладку сухопутных и воздушных маршрутов доставки помощи из Дамаска, расширение ооновского присутствия и улучшение доступа к нуждающимся, за исключением таких проблемных мест, как лагерь временно перемещенных лиц Аль-Хоуль. С июля по октябрь сего года на северо-восток Сирийской Арабской Республики кросс-лайном было отправлено 425 грузовиков плюс 7 конвоев по линии Всемирной Организации Здравоохранения, что не идет ни в какое сравнение со 109 грузовиками, проехавшими через Ерубию за 6 лет функционирования погранперехода. 3. Проекты в области раннего восстановления В докладе генсекретаря дана исчерпывающая аргументация о важности наращивания этих работ. Коллеги, мы часто слышим от вас на разных площадках о необходимости учета мнения нуждающихся при проведении оценки гуманитарных потребностей и последующей разработки планов гуманитарного реагирования. Это, дескать, повышает ответственный характер предоставляемой гуманитарной помощи. Вы можете себе представить, чтобы люди, проживающие в разрушенных домах или вообще в палатках, не хотели бы обзавестись нормальным жильем? Или, может быть, они не хотели бы отправить своих детей в школу, сами пойти в нормальную больницу, пользоваться водой из крана? Их голоса должны быть услышаны в первую очередь. Пока на этом направлении делается критически мало. Призываем доноров пересмотреть свои подходы к гумсодействию в Сирии во благо простых сирийцев, в том числе возвращающихся к себе на родину. Пользуясь случаем, выражаем благодарность странам, активно подключившимся к финансированию соответствующих проектов. Ожидаем от ООН разработки соответствующих комплексных планов и программ. Господин председатель, наращивание комплексного гуманитарного содействия сирийцам, особенно востребовано в условиях пандемии COVID-19, способствует и решение проблемы односторонних санкций. Шагом в правильном направлении считаем опубликование специального разъяснения Казначейства Соединенных Штатов Америки о том, что рестрикции не распространяются на проекты по раннему восстановлению. Их реализация, в том числе для критических объектов гражданской инфраструктуры, поможет в удовлетворении не только срочных нужд сирийцев, но и в улучшении общих условий жизни и предотвращении коллапса систем вода и электроснабжения. Восстановление школ, больниц и жилого фонда, в свою очередь, будет содействовать созданию условий для достойного возвращения беженцев и временно перемещенных лиц. Будут ли объявленные ГУМ-изъятия действительно эффективны, покажет только время. Со своей стороны будем внимательно это отслеживать, а также призываем генсекретаря не ослаблять внимание к данному сюжету и докладывать о состоянии дел в своих регулярных докладах. Господин председатель, в заключении хотел бы подчеркнуть, что по нашей оценке и ООН, и отдельные страны-члены Совета могут и должны сделать больше для выполнения резолюции Совета Безопасности 2585. Без этого приложенные нами в июле усилия для налаживания конструктивного взаимодействия на сирийском гуманитарном треке не приведут нас к желаемому результату. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.